Дети, живущие в Новочбоксарске, в преддверии Нового года поддержали своих друзей из Бердянска. Они подготовили гуманитарную помощь для учащихся школ Бердянского района и Мариуполя. Из Чувашии его отправят 17 декабря. Министерство образования Чувашии хотело поздравить ребят из Бердянского района и Мариуполя с наступающим праздником. И чтобы почувствовать радость Нового года, для них собрали специальные подарки. Только за прошедшую неделю Чувашская республика в лице Фонда развития Чувашии «Перле» отправляет уже третий гуманитарный груз. Два предыдущих были предназначены для Чувашского полка в Запорожскую область, которые помогли собрать предприятия республики. 110 коробок собрали гуманитарного груза, то есть даже, скажем, новогодних подарков новочебоксарские школьники и 65-я школа города Чебоксары. Это, прежде всего, канцтовары, рюкзаки, сладости. В гуманитарную помощь входит все необходимое. Кроме того, ребята и педагоги отправили письма с теплыми пожеланиями с наступающим Новым годом для учащихся Дмитровской школы, которая находится под шефством администрации города Новочебоксарска. Мы подписались на соцсети этой школы, и мы видим, что там учатся такие же ребята, как наши школьники, работают такие же люди, как наши, у них проходят такие же уроки, как у нас. Поэтому нам друг с другом интересно, и поэтому общение получается хорошее, интересное и полезное для всех. Также в сборе гуманитарной помощи участвовало Министерство труда и социальной защиты Чувашии. Они передали теплую одежду, книги и канцелярские товары, санитарно-гигиенические принадлежности. Груз от Министерства окажет помощь людям с ограниченными возможностями здоровья в Мариуполе. Нашим участием мы хотим показать, что мы все единое целое, мы все рядом, и мы готовы поддержать тех, кто нуждается в нашей поддержке. Это канцтовары, сладости, послания ученикам и учителям. Акция была добровольной, к ней присоединились исключительно по зову сердца, понимая, как важна поддержка и единство. Сергей Кочинский, Национальное телевидение, Чувашии.